Здравствуйте! В эфире программа «Просто о вере» и я ведущий священник Максим Портнов. Более трех с половиной тысяч лет назад от пророка Моисея человечество получило десять заповедей. Насколько они актуальны сегодня? Об этом мы поговорим с настоятелем храма в честь преподобного Серафима Саровского города Новокуйбышевского и Иреем Александром Бищенко. Отец Александр, здравствуйте! Здравствуйте! Отец Александр, так вот получилось, что порядка трех с половиной тысяч лет назад человечеству были даны заповеди. И несмотря на то, что прошло такое количество времени, мы продолжаем их каждый раз говорить о их важности, актуальности. Нашим детям рассказывать об этом, наших прихожан просить их выучить наизусть. То есть перед крещением крестных обязательно тоже заставляем как-то их посмотреть или даже побеседовать об этом. Но почему спустя три тысячелетия эти заповеди остаются актуальными? Действительно, это очень хорошее начало этого разговора, потому что актуальны ли заповеди сегодня? К сожалению, актуальны. Причем, к сожалению, я думаю, что мы это поймем в процессе разговора. И заповеди... Давай сначала разберем, что такое вообще заповедь. Заповедь — это некий закон, или, если быть точнее, правило, данное самим Богом человеку по причине того, что его совесть стала неточной. И взамен внутренним законам совести понадобился внешний закон человеку, как себя вести в этом мире. И на самом деле заповедей не десять, мы же с вами это знаем, и гораздо больше. И иудеи из десяти сделали больше шестисот заповедей в Торе. И более того, есть заповеди Нового Завета, заповеди блаженств, и есть заповеди, которые даны были Адаму в раю. Ведь первая заповедь дана была именно в раю. И, кстати говоря, вот эти десять заповедей, о которых вы ваше вначале сказали, они сначала не были даны человеку. И вот хорошо бы было разобраться, когда человек, вообще человек, Бог человеку дал заповеди, в какой момент и зачем. Изначально мы знаем, что Бог сотворил небо и землю человека, и тогда уже в раю дал ему первые заповеди. Мы об этом можем читать в книге Бытия. Написано, Господь, Бог сделал все для благополучия человека в Эдемском саду, за которым тот должен был ухаживать и который должен был беречь. Первая заповедь о том, что человек должен ухаживать за садом Эдемским, беречь его. И, по сути, этой заповеди никто еще не отменял. И в этом плане мы тоже должны до сих пор этот мир беречь, и за ним ухаживать, и следить за ним, и как-то его делать краше и лучше. И вторая заповедь была дана в раю, где говорится, что ты, Адам, можешь есть плоды любого дерева в саду, но не с дерева познания, добра и зла. Не ешь его плодов, ибо в тот же день, как отведаешь их, непременно умрешь. Господь дает такую заповедь. Казалось бы, зачем? И, кстати, вот об этом тоже можно отметить, что непонятно, почему Бог создает какое-то такое дерево в раю, такую потенциальную угрозу, опасность смертельную для человека. Можно было создать идеальный рай. Написано, что вначале было, что все для благополучия, зачем делать такую смертельную угрозу. Но в этом есть огромный смысл и любовь Божия. Как бы странно это ни звучало изначально. Дело в том, что если бы Бог просто создал человека, посадил его в рай, сказал, вот, пожалуйста, ухаживай, то очень быстро бы это превратилось в образ деспота и игрушки. Человек как игрушка. Вот Бог создал его, дал ему рай, и все. Поэтому Бог дает человеку свободную волю. Он говорит, я хочу, чтобы ты все, что делаешь, делал по любви ко мне, из послушания мне. Поэтому даю тебе заповедь, вот, хочешь, делай, как я говорю, и будешь счастлив. Или у тебя есть выход в виде того, что съесть от плода древопознания. Тогда ты уже будешь делать не как я хочу, а как ты сам хочешь. В этом есть воля человека. Слушайся добровольно меня. Если нет, то вот тебе есть вариант всегда. То есть, получается, любовь по принуждению невозможна. Не получилось так, что Бог нас создал полностью готовыми такими, готовым продуктом. Туда вложил уже послушание, в любовь. И вот оно на выходе получился у нас Адам. То есть к этой любви нужно было прийти. И именно через заповеди это получается, так? Да, и Господь учит Адама, что любовь и послушание – дело добровольное. У тебя есть всегда вариант. Ну, и мы знаем, конечно, из истории, что Адам и Ева, они выбрали вариант не тот. И началась вся наша история, которую мы имеем, с болезнями, трагедиями. И этим уже теперь несовершенным миром, не таким совершенным, как он был изначально. И вот дальше заповеди Господь никакие не дал. Он только дал обещание, что будет время, когда будет спасение. Придёт сын от Девы, который сотрёт голову змеи, то есть сотрёт вот это проклятие, которое Адам получил вместе с вкушением древопознания. Потом проходит огромное количество лет, проходит много поколений, потоп, ной. Потом ещё много после этого проходит поколений. Люди живут, и Бог не даёт им заповеди. А потом Он выбирает себе одного из людей, очень послушного, по имени Авраам. Проверяет его послушание, наверное, таким довольно-таки жестоким способом. Он Ему даёт повеление принести ему в жертву сына своего. Исаака, одного единственного сына, которого он долго ждал тоже, не было его. Говорит, а ты мне теперь его принести в жертву. И Авраам понимает, что что-то здесь не так, что благой Бог вообще-то не должен таких давать повелений. И понимает, что всё на самом деле неправильно. Но он проявляет огромное доверие Богу, что очень важно. Доверие и послушание. То, что, может быть, не имел даже Адам. И он идёт на гору приносить в жертву своего сына. И уже делает всё для этого. Уж ему ручки и ножки связывает, как барану, как барашки за спиной. Заносит нож на шею. И ангел ловит его руку и говорит, достаточно. Всё. Господь уверился в твоей преданности. Вот тебе барашек. И ты за это будешь благословен. И от тебя произойдёт множество народов. И вот потом из его потомков Господь выбирает... Потом была долгая история. Евреи попадают в рабство в Египет, к фараону. Сначала спасаются у него, потом попадают ему в рабство. И вот Господь берёт этот народ, которого произвёл от послушного Авраама. И через огромную череду чудес, явных и сильных, которых не было никогда раньше, этот народ выводит из плена, из рабского плена. Выводит в пустыню. И делает это так, чтобы явно было тем людям видно, какую силу и какую власть имеет Бог. И потом, когда уже народ был спасён от египетского плена, то посылает своего слугу Моисея спросить у этого народа, готов ли он слушаться Меня? И когда народ говорит, там мы видели все эти чудеса, все десять казней египетских, как море сомкнулось войскам фараона, как мы ушли в пустыню, мы будем слушаться. И вот когда Господь находит народ, который добровольно сам соглашается его слушаться, знает его силу, вот такому народу он даёт заповеди. Десять заповедей. И это тоже происходит не просто так. Моисея идёт на гору, сорок дней проводит там, в посте, в разговоре с Богом, спускается с дикологом, десятью заповедями, двумя табличками. На одной написаны четыре заповеди, которые посвящены любви Богу, и на другой шесть заповедей, посвящённые любви к человеку. И народ, на самом деле, тоже не сразу принимает. Пока он ходил на горе помолиться, люди уже отчаялись. Вот этот народ, который видел столько всего чудес, он забывает Бога вдруг и приносит тоже жертву другим богам. И Моисей разбивает эти скрижали, идёт ещё раз к Богу, и второй раз уже получает от Бога эти заповеди. И вот это важно, что Бог не навязывается никому никогда, что Бог даёт заповеди человеку, который готов слышать его, и сам добровольно хочет слушаться его. И почему вначале я сказал, что, к сожалению, заповеди творны до сих пор? Потому что заповеди, на самом деле, это такая вещь, как вот, когда дети маленькие, то мы должны устроить их безопасность. В розетке вставить какие-нибудь там заглушки, всё везде, чтобы окна не открывались, чтобы газ не включался, потому что ребёнок сам пока не в состоянии понять, что можно делать и что нельзя. Вот заповеди — это правила жизни, которые человека делают счастливым, делают его настоящим. И вот есть законы физики, например, законы химии, и они действуют независимо от того, верим мы в них или не верим. Вот есть законы физики. Если ты подкинешь камень в небо, я не верю, что он пускается вниз. Он тебе упадёт на голову и докажет, что так она есть. И также заповеди — это не какие-то запреты, навязанные Богом нам, то нельзя, это нельзя. Это некие рамки, которые мы должны соблюдать, чтобы не испортить свою жизнь и жизнь окружающих людей. Но получается, отец Александр, вот вы очень интересно подвели к заповедям про особенно Авраама и его сына. Ведь тут важно сделать маленький акцент, что это было нужно не Богу. Бог знал веру Авраама, какая она. Но Бог порой испытывает нас, чтобы мы убедились в своей вере. И то же самое было и с Адамом, и с Евой. То же самое было и с Моисеем, и его народом. То есть эти заповеди, они становятся таким неким уроком, который человек получает в этой жизни для того, чтобы самостоятельно убедиться, прийти, дорасти до определенных вещей. И именно поэтому эти заповеди даны в таком виде и в таком контексте. Я правильно понимаю? Вот именно что дорасти. Совершенно верно. И Господь же говорит потом, что если человек становится совершенным, то у него уже нет закона. И как взрослый человек понимает, что пальцы в розетку вставлять не надо, ему уже не нужно это объяснять, ему не нужно говорить. Он сам знает это все, понимает, как все устроено. И заповеди, на самом деле, это первый шаг только к Богу. Такой первый, ограничительный, что нужно делать. На самом деле заповедей у нас очень много. На красный свет не ходи, налоги плати вовремя, учись хорошо и так далее. Их же тьма тьмущая. Это есть нельзя, это пить нельзя, допустим, чего-то. На работу не опаздывать нельзя. В любое дело возьмешься, там огромное количество ограничений. Пойдешь на стройку, там, каску надень обязательно, без каски ходить нельзя. На краю не подходи, там, по пальцу не бей. У нас в жизни не может быть так, чтобы не было никаких ограничений. Но заповеди нас призывают, чтобы мы, будучи вот в этом каком-то контексте, каком-то коридоре, который направляет нас в нужные русла, потом научились быть свободными. Свободными. И сами понимали, что вот это, на самом деле, не надо. Вот это, кстати, такой интересный парадокс. Человечество постоянно говорит о свободе, декларирует всячески, борется за эту свободу, но каждый раз попадает в новое рабство. И парадокс получается в том, что христианство говорит о заповедях, как о неких границах, вроде как несвободе, внешней такой, да, но по своей сути заповеди приводят к свободе духовной. Так? Да. Вот если мы вообще вспомним Евангелие, то Господь, есть такое место, где к Господу приходит человек и спрашивает, а какая заповедь большая всех? Вот на самом деле, у нас же много заповедей, 600 с лишним у евреев, там 10 ветхозаветных заповедей, 10 новые есть заповеди блаженств. А какие важны самые из них? И Господь отвечает, что «люби Господа, Бога своего, всем сердцем своим, всей душой своей и всем разумом своим». Вот первая и самая главная заповедь. Вторая подобная ей «люби ближнего своего, как самого себя». Весь закон и все пророки на этих двух заповедях стоят. То есть все вкладывается, вернее, все корнями имеет вот эти две заповеди. «Люби Бога и люби ближнего». Ну давайте вот диколог, 10 заповедей, они также делятся. «Люби Бога и люби ближнего». Первая скрижаль о четырёх заповедях, вторая о шести заповедях. Да, и пятая, кстати говоря, она как бы переходная на самом деле. Да, да, да. Потому что она и о Боге говорит, и о человеке говорит одновременно. И вот эта любовь к Богу и человеку, она делает тебя свободным. Она делает тебя свободным от всего. Отец Александр, ну раз мы вот так поговорили о некой вводной части этих 10 заповедей, то хотелось бы всё-таки тогда услышать, а как звучат особенно первая заповедь, учитывая особенно тот факт, что, к сожалению, ну не знаю, как вы, я очень часто сталкиваюсь с тем, что большинство людей знает следующие, там, после пятой заповеди, как раз-таки вот вторую скрижаль, а вот как раз-таки первые заповеди в основном как-то из человеческого сознания, они как-то улетучиваются, либо их вообще человек никогда не знал. А вы привели пример из Евангелия, что на этой заповеди весь закон и все пророки. Вот как первая заповедь звучит и о чём она говорит? Ну давайте это все заповеди прочитаем, чтобы мы как-то их услышали, как они в Евангелии изложены. Итак, книга Исхода, книги изложены заповеди. Вот Моисей, контекст, поднялся на гору, был там 40 дней, общался с Богом. Люди не захотели подходить в горе, потому что она вся дымилась и была в огне, и для них была очень страшная. Сказали, Моисей, ты иди сам, поговори, а потом нам всё расскажешь. И вот Господь говорит, иди и перескажи всё, что услышал от Бога. Все эти слова сказал тогда Бог. Я Господь Бог твой, который вывел тебя из Египта, то есть, надо понимать, из рабства, где ты был рабом. Других богов, кроме меня, быть у тебя не должно. Это первая заповедь. Не сотвори себе кумира, никаких изображений того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я, Господь, Бог твой, который ожидает безраздельной преданности к себе, который из детей взыскивает за грехи, что родители им передают до третьего и даже четвёртого поколения, продолжающих отвергать Меня. Но тем, кто любит Меня, соблюдая заповеди Мои, Я милость творю и в тысячном поколении. Это вторая заповедь. Третья. Не произноси без нужды имя Господа Бога твоего, не посчитает Он невинным того, кто это сделает. Четвёртое. Помни день субботний, да будь священным Он для тебя. Работай шесть дней и делай всё, что необходимо. А седьмой день, суббота, день, посвящаемый Господу Богу твоему, никакой работы не занимайся сей день. И не только ты сам, но и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и рабы не твои, и скот твой, и человек пришлый у вас, поселившийся. Ибо Господь за шесть дней создал небо и землю, море, и всё, что в них, и день седьмой он пребывает в покое. Потому и высловил Господь день субботний и осветил его. Это была четвёртая заповедь. Обсещение храма и покоя субботним. Наша не воскресная. Почитай отца и мать свою, чтобы жил ты долго на земле, которую дарует тебе Господь Бог твой. Пятое. Шестая. Не убивай. Седьмая. Не прелюбодействуй. Восьмая. Не кради. Девятое. Не давай ложных показаний против ближнего своего. Не лги. И последнее. Не желая завладеть тем, что принадлежит ближнему твоему, не обольщаясь всей мыслью взять себе его жену или присвоить раба его, рабыню, быка или осла, никто, ничто из всего, что есть у ближнего твоего, пусть не прелюбщает тебя. Вот заповеди. На самом деле, они гораздо больше, чем не убей, не укради, не обманывай. И мы видим, как тут на самом деле много важных еще дополнительных слов сказано. И вот первая заповедь. «Я Господь Бог твой, Который вывел тебя из Египта, где ты был рабом. Других богов, кроме меня, будь от тебя не должно». И это заповедь первая, и важно, что она первая, где Господь говорит, что «Я Господь Бог твой». И здесь на самом деле много о чем стоило бы поговорить. Во-первых, что у нас есть Бог. И вообще все заповеди, на самом деле, они говорят не только о том, что должен или не должен человек, но и какой человек сам по себе. Они объясняют устройство человека. Правда, так оно и есть. И вот первая заповедь объясняет, что человек очень религиозный, сам по себе всегда. Как сказал один из древних мыслителей, что каждая душа христианка, по сути, своей. То есть каждая душа верующая, в то или иное. И что бы ни говорили атеисты, они все равно во что-то верят. Что Бога нет. Либо что Бога нет, либо верят в свой закон совести, либо верят в какую-нибудь там науку, верят как в Бога, например. Ведь наука на самом деле вещь такая ненадежная. То, что вчера было правдой, сегодня пересматривается и вчерашний отвергается совсем. И говорится, что нет, земля не плоская, а круглая. И тому, чему верили те люди, оказывается, теперь верить нельзя совсем. И так далее. Поэтому наука — это дело такое. Человек, он изначально религиозен. И это она понимает, что это такое устройство человека. В любом случае, он будет во что-то верить. Если не в Бога, то во что другое, во что угодно. И лучше бы быть верующим в Бога, потому что Господь вывел человека из рабства. И говорит, тогда ты будь мне верен. И в этом плане, кстати говоря, если говорить о рабстве, то можно делать небольшой контекст такой, что вот нас обвиняют, особенно верующие, что мы там рабы Божьи, а я раб ничей. На самом деле Господь-то нас не называет рабами. Он сегодня, кстати, в день записи передачи читалось Евангелие в храме, где приходят к Христу и говорят, там братья твоя, мать твоя стоит за дверями и ждет тебя. А он осматривает всех, находящихся перед ним, и говорит, вот братья моя, вот мать моя, те, кто слушают Слово Мое, и его исполняют. Называют нас на самом деле братьями, близкими своими, самыми родными, такими как мама. А почему тогда все-таки вот эта фраза раб Божий продолжает использоваться в церкви? Ну, во-первых, это с одной стороны наше желание, потому что мы, как блудные дети, если кто помнит притчу о блудном сыне, то он, когда возвращался к папе после своих приключений, он сказал, что «Отче, я не достоин называться сыном, я буду называться твоим рабом, служащим». И в этом плане мы так себя считаем блудными детьми, это мы себя называем так, что я раб Божий. А во-вторых, вот Господь здесь прямо говорит, что если ты не мой раб, ты будешь чей-то раб. И так оно и есть. Если ты не веришь Богу, значит, ты становишься рабом чего-то другого. Денег, власти, алкоголя, чего-то еще. А это и есть вот эти ложные боги? И в том числе. Ну, конечно же, если мы не верим в Бога, то человек начинает скатываться до того, что он во что-то должен верить. Он может верить в каких-то других, так называемых, богов, которых он либо придумывает сам себе, либо слышал от кого-то. И чем больше человек, скажем, откатывается назад, тем становятся более странными его представления. Он может поклоняться и солнцу, и деревьям, и прочему, но об этом есть вторая заповедь. Как раз она об этом и говорит. Человек, когда скатывается, когда нет Бога на первом месте, то ты скатываешься, уже поклоняешься там и камням, и рыбе, и чему угодно, и деньгам, и власти, и всему подобному. Господь говорит, чтобы мы Его слушали, и Он был на первом месте. Это очень важно, чтобы Бог был на первом месте у нас во всем, и всегда. Тогда все остается на свои места, как это говорят святые. Если Бог на первом месте, то все остальное на своих местах. Так оно и есть. И мы должны на самом деле, вот исходя из того, с чего мы начали передачу, мы, зная эту заповедь, должны научиться не просто Бога ставить на первое место, а научиться Ему доверять. быть Ему послушными, по-хорошему, по доброй воле, по своей, и Ему верить и доверять. Потому что это самое сложное. Богу доверять, вот особенно такая ситуация, как была у Враама, когда ты понимаешь, что, ну, что-то не так, разве Бог может так устраивать? Вот что нас обвиняют, на самом деле, многие, что, и многие Бога обвиняют, но разве Бог не видит слезы детей, когда идет война? Разве должно быть так, чтобы были все вот эти убийцы, насильники, болезни и прочее, что Бог не видит? Разве Бог не знает всего этого? Раз Бог такой, то я не буду в Него верить. Авраам мог тоже сказать, Моисей мог тоже сказать, но мы должны, видя окружающее, понимать, что это так или иначе, устраивается Богом по попущению, потому что мы такие люди, потому что Бог нам дал свободную волю, и устраивается так, чтобы как можно больше людей могло спастись. Мы должны Богу, видя окружающее, доверять, что Бог устраивает именно так в моей жизни, потому что так необходимо. Я вот как священник, и вот, Максим, вы тоже можете подтвердить мои слова, много раз сталкивался в жизни, когда совершенно несправедливые вещи потом приводили человека к какому-то изменению положительному в жизни. Даже такая притча известная, когда один человек не понимал, почему так в жизни несправедливо все устроено, почему так временно, почему у них все есть, у других ничего нет, это не талантливые другие, не бесталантные, не богатые другие, не бедные. И он молился. Ему Бог посылает ангела, который сажает этого человека на дерево. Говорит, смотри. И смотрит человек с дерева, и вот идет один человек бедный, бедняк, садится под дерево, спусти уставший, и обедает. Свою котомку раскрывает, достает псалтирь, начинает читать. и приходит богатый, и под то же дерево, тоже уставший, с бедняком разделяет трапезу, и богатый засыпает. В это время бедный собирается и уходит. Приходит третий человек, нет, и богатый тоже, кстати говоря, уходит. И друг богатый идет по пути, и понимает, что он потерял кошелек. Он возвращается по то дерево, а бедняк еще не ушел. Я вот тут немножко. Бедняк еще по дереву, и тот говорит, ты украл мой кошелек. Начинает душить этого бедняка, души душат, убивает в конце концов его. А тот кошелек, который он потерял, нашел третий человек, который шел по пути, где шел богатый человек. И вот смотрит этот человек на дерево, говорит, ничего не понятно. Значит, бедняк убит. Богатый потерял деньги, убил человека. Деньги нашел вообще третий. Где-то справедливость непонятна. Говорит, это человеческая справедливость. Теперь смотри, какая божья справедливость. Этот богач украл деньги у одного человека и шел по своим делам, и потерял их. И эти деньги нашел только тот, у которого деньги эти были украдены. Пострадавший. Пострадавший. А как же бедняк, которого убили? А этот бедняк сам, когда был молодым, убил человека. И всю жизнь каялся, и просил у Бога, чтобы Бог ему дал такую же кончину, какую он устроил другому человеку. И Бог ему дал такую смерть, которую он просил. А как же богач? Он одного ограбил, другого убил. Когда после того случая, этот богач раскаялся, ушел в монастырь, стал монахом, и окончил свою жизнь праведно. И в итоге, один возблагодарил Бога, второй был спасен, и третий получил спасение через одно и то же дело. И поэтому мы не знаем, как Бог действует. И Бог действует гораздо сложнее, чем мы с вами думаем. И вот наша задача — поставить Бога, свою жизнь на первое место, понять, что в этот мир прекрасный Богом сотворен. и постоянно об этом не забывать. И что Бог в этом мире, Он есть, и Он имеет свое действие ежедневное, и Он действие имеет благое, как Авраам об этом помнил, и мы должны помнить. И доверять Богу до конца, Богу доверять всецело, Его просить о помощи, потому что Он властитель мира, Он все может, Он может больше, чем любые мэры, президенты, любые богачи этого мира. И тогда все будет на своих местах. Спасибо большое, отец Александр. Я надеюсь, что наши зрители, посмотрев эту передачу, совершенно по-другому посмотрят на многие заповеди и начнут доверять Богу. А мы с вами прощаемся. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова